51 прочитанный том уголовного дела за 5,5 месяцев. Именно эти показатели привели сотрудника Ространснадзора Ирика Тимиргазеева в зал суда сегодня. Он единственный из пяти обвиняемых по делу о затонувшей Булгарии, кто до сих пор не ознакомился со всеми материалами уголовного дела. Следствие полагает, что обвиняемым искусственно затягивается процедура ознакомления с материалом уголовного дела. В связи с этим следствие обратилось в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления для Тимиргазеева. Никакого специального затягивания, уверен адвокат Тимиргазеева. Все дело в особенностях характера его подзащитного. Мой подзащитный человек по натуре такой дотошный, любит внимательно вчитываться. Очень много он нашел даже, ну, хоть я и объясняю, как его защитник, что технические ошибки никак не могут поменять на, так скажем, его защиту или предъявленному обвинению. Но тем не менее он даже находит вот такие, ну, и стоит под сомнением, советует сомнение. По мнению следствия, для ознакомления с оставшимися томами, а их ни много ни мало 48, Тимиргазееву достаточно еще одного месяца. Суд просили ограничить срок ознакомления до 31 декабря. Но неожиданно лицом к обвиняемому повернулась транспортная прокуратура. Исследовав ходатайство и оставшийся материал уголовного дела, прихожу к выводу о том, что обвиняемому Тимиргазееву необходимо срок ознакомления с материалом уголовного дела установить до 25 января. Учитывая все январские праздники, минус субботы, воскресенья, а также законные пятничные банные дни, Тимиргазееву по просьбе прокуратуры добавили еще 8 дней на ознакомление. Суд с мнением прокуратуры согласился и процедуру продлил до 25 января.